Наверное, на сегодняшний момент не существует компаний, которые не задумывались бы о том, как принимать решения, основываясь на данных. Волна Big Data захлестнула всех и вся. И я хотел бы сегодня спросить вас, насколько вас коснулась Big Data. То есть если вы считаете, что вы участвовали или участвуете в проектах, которые так или иначе связаны с Big Data, поднимите, пожалуйста, руку. Не лез в рук, но все равно. Спасибо, приятно. Если вы считаете, что проекты идут успешно или прошли успешно, поднимите, пожалуйста, руку. Примерно половина. Ожидаемо. На самом деле, очень ожидаемо, потому что еще в 2016 году Гартнер предсказал, что в 2017 году порядка 60 проектов Big Data не пройдут дальше пилотной фазы и будут заброшены. В чем дело? Давайте разберемся, что же не так с Big Data. Когда мы говорим Big Data или большие данные, если перевести на русский. Ну, Big Data мне проще произносить, потому что меньше слогов. Когда мы говорим Big Data, это большой зонтик, который в себя включает множество технологий. И давайте, наверное, сузим это понятие до тех основных вещей, которые входят в Big Data. Чаще всего говорят про озера данных. А если говорят про озера данных, то это желтый слоник и технология Hadoop. Я надеюсь, большинство из вас хотя бы слышали о том, что такая технология существует. Для тех, кто не знаком, я проведу небольшой экскурс. Тоже, надеюсь, знакомы три английские буквы. Корпорации Google, Facebook и Yahoo стояли у истоков создания системы Hadoop. И что же они в итоге сделали? Дело в том, что в далеком 2011 году, ну, это уже было не начало работы над Hadoop, это когда Google опубликовал исходные коды Hadoop, соответственно, они начали работу над ней раньше, они пошли на рынок и не нашли систем, которые были бы способны работать с теми объемами данных, с которыми они оперируют. Поэтому Google, недолго думая, взял и создал эту систему сам. Благо, эта компания занимается разработкой данных и разработкой программного обеспечения, и с этим у них нет проблем. К примеру, они намнимают в год 6,5 тысяч программистов. Так что можете представить, это их основной бизнес. Порядка 30-40 тысяч программистов у них сейчас работает. Они создали эту систему. Что она из себя представляет? Hadoop — это распределенная система управления базами данных, которая почти неограниченно может масштабироваться путем добавления узлов в кластер. Благодаря такому масштабированию и распределенности, эта система очень эффективно позволяет использовать параллельные вычисления, в том числе и умные аналитические алгоритмы, машинное обучение, искусственный интеллект. Все это она умеет. И нельзя забывать про специфику этих компаний. Это большие интернет-компании, это интернет-гиганты, которым главная задача для них — это индексировать данные, это бегать по интернету, в поисках данных, индексировать, класть это все в свою базу данных, потом давать вам возможность поиска по этим данным. Соответственно, для них важна возможность хранить все данные, независимо от их типа, будь то рисунки, просто числа, тексты, файлы, видео, музыка. Они умеют искать по всему. Соответственно, им нужно одновременно все это хранить и обрабатывать. Унифицированно уметь обрабатывать эти данные. Соответственно, они создали такую технологию. Для того, чтобы вы понимали, на каких масштабах работает эта технология, я понадергал несколько фактов из блогов различных разработчиков и других людей, которые работают в этих корпорациях. В 2013 году Google обрабатывал 20 петабайт информации в день и хранил 10-15 экзабайт данных всего в 2016 году. Для тех, кто не знаком, тут маленькая шпаргалочка есть. Один экзабайт – это миллиард гигабайт, один петабайт – это миллион гигабайт. Соответственно, Google в 2013 году обрабатывал 20 миллионов гигабайт в день и хранил порядка 10-15 миллиардов гигабайт всего. Для сравнения, Facebook генерировал тоже старые данные. В 2014 году 4 петабайта информации в день – это полтора экзабайта данных в год. Нужно сказать, что за последнее время уже достоверно известно, что за последние два года человечество нагенерило информации больше, чем за всю предыдущую свою историю. То есть эти данные, которые у меня есть за 2014 год, как минимум, наверное, на 10 нужно помножить для того, чтобы понять, сколько данных сейчас генерирует Facebook. Ну и корпорация Yahoo хранила в 2015 году 250 миллиардов объектов, включая фото, видео, e-mail, блоги, все, что хотите. Хранили 500 петабайт данных и росли на 20-25% в год. Вот с чем работает Hadoop. Вот такая бигдата, то, для чего он был создан, и те данные, те компании, которые максимально эффективно его используют. Встает вопрос, а на каких мощностях это работает? Работает Hadoop на небольшом компьютере, который по мощности сравним с рабочей станцией, с ноутбуком вашим. Я, конечно, шучу. Таких компьютеров 40 тысяч. То есть компании, которые… Есть данные по Facebook и по Yahoo, они имеют самые большие в мире кластеры Hadoop, которые включают в себя 40 тысяч узлов. И этих кластеров по всему миру довольно много. Он… Такой кластер не один. Можете представить себе вычислительную мощность, которая требуется для обработки такого количества данных. Естественно, все это вращается не в закрытой экосистеме. С тех пор, как исходные коды Hadoop были опубликованы для публики, то есть они сделали систему open source, все IT-сообщества мира бросилось смотреть, изучать, применять эту технологию. Всем стало интересно от программиста до IT-директора, как же вообще эту технологию можно применить. Ведь компании Google, Facebook и Yahoo используют ее настолько эффективно, что до этого никто этого так не делал. Естественно, IT-шников можно понять. Их мотивация проста. Интересная система, амбиции построить самый большой кластер в своей компании, построить самый большой кластер, может быть, в стране. Все это хорошо, но только натыкается на неизбежную реальность, когда мы задаем вопрос, а что это даст бизнесу? Какова реальная выгода от внедрения этой технологии? И Гартнер подтверждает это своим исследованием. Гартнер сказал, что 49 опрошенных пока ищут применение этой технологии. То есть половина компаний, которые занимаются внедрением этой системы, они пока ищут, как ее применять вообще. Это мне напоминает одну историю. Знаете, есть известный, или был известный психолог Абрахам Маслова, который сказал, если у вас в руках молоток, то все задачи кажутся гвоздями. И здесь такая же ситуация, что мы ходим с молотком Хадуп и ищем ему применение для того, чтобы забить какие-то гвозди. Так ли это должно работать? Я не уверен, потому что первое, что должен спросить себя IT-директор, не внедряем ли мы технологию ради технологии, не внедряем ли мы технологию ради моды, какую реальную выгоду принесет это бизнесу и то ли это вообще, что ему нужно. И когда мы задаемся таким вопросом, становится интересно, что же волнует бизнес. Когда я говорю бизнес, я ориентируюсь на сегодняшнюю публику. Я думаю, большинство людей здесь представлены из компаний реального сектора. Поэтому, когда я говорю бизнес, я имею в виду производство, например, чтобы это было максимально близко к вам. И что же волнует бизнес? Естественно, бизнес хочет повысить производительность. Бизнес хочет снизить себестоимость, улучшить качество, обеспечить безопасность и так далее. У всех компаний различные цели, различные приоритеты, но при этом все хорошо понимают, что если принимать решения, основываясь на данных, эти решения будут максимально эффективны. Но как принимать решения, основанные на данных, если, например, мы не умеем измерять производительность? Или как снизить себестоимость, если мы не знаем, сколько ресурсов было потрачено на производство той или иной единицы продукции? Тут приходит IT и говорит, мы дадим вам данные. Хорошо, но только ли данные нам нужны? Давайте посмотрим. Посмотрим на эволюцию данных и посмотрим на то, что данные из себя представляют. Данные сами по себе несут довольно мало ценностей. Сырые данные я имею в виду. Возьмите такую единицу данных, как число 200. Что это вам говорит? Мне лично говорит очень мало. Понимание ноль. Факт есть. 200. Понимание мало, потому что нет связностей. Мы не знаем, что такое 200. Нужно добавить дополнительный контекст. Нужно ответить на вопросы, что, где и когда. Что такое 200? 200 – это температура, измеряемая в градусах Цельсия. 200 – это где? Это температура на подшипнике. Когда? Допустим, она была измерена вчера в 9 часов утра. Таким образом, добавляя контекст данных, мы получаем информацию и начинаем понимать связи. Когда мы понимаем связи, мы можем сравнивать между собой два подшипника. Или мы можем сравнить температуру на подшипнике с уставками. Вот это понимание связи. Чтобы расширить свое понимание, надо информацию наполнить смыслом, ответив на вопрос «как?». Наверное, вопрос немножечко странно прозвучит. 200 градусов Цельсия на подшипнике – это как? Я поясню. Это хорошо? Это плохо? Это нормально? Это как вообще? Допустим, наверное, это может быть слишком много. И мы ответили на вопрос «как?» и получили знания. Знания нас приводят к пониманию паттернов. Мы знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это понимание паттернов. Ну и, собственно, чтобы перейти на последний уровень пирамиды, самый главный и самый сложный, нужно ответить на вопрос «почему?». А почему 200 градусов на подшипнике – это много? Почему мы так считаем? Откуда у нас такие данные? Нужно приложить весь тот опыт, который у нас есть, все те знания, эврики, инсайты, догадки и все остальное для того, чтобы получить мудрость или интеллект. Соответственно, мудрость и интеллект зиждятся на понимании принципов. Принципы физики, принципы реальной жизни, из какого материала сделан этот подшипник, как он работает и так далее. То есть все это уже кроется в том, чтобы сказать, почему 200 градусов для подшипника – это много. Итак, вот эта цепочка, она на самом деле крайне важна. Люди довольно хорошо научились делиться данными, информацией и знаниями. Что касается мудрости или интеллекта, здесь дела обстоят не так хорошо, но тем не менее хоть как-то мы умеем этим делиться. Если говорить про машины, то здесь все примерно на уровне знания и понимании паттернов. То есть для до мудрости машинам еще далеко. И в принципе названию «искусственный интеллект» в фразе «искусственный интеллект» было выдано довольно много авансов, потому что интеллектом пока это еще нельзя назвать. Но, естественно, в будущем это будет расти. Так вот, если все сделать по уму и собрать данные, наполнить их контекстом, получить информацию, наполнить ее смыслом и применить полученные знания, то искусственный интеллект может дать очень многое, если его правильно применять. Естественно, искусственный интеллект, я думаю, это очевидно, за ним будущее. Уже сейчас он может делать такие вещи, которые интеллекту, человеку просто не под силу. Здесь пример, слева деталь, которая спроектирована человеком, она создана для того, чтобы удерживать шесть кабелей одновременно. Соответственно, к этой детали был применен метод, который называется топологическая оптимизация в несколько итераций и получили другую деталь, которая выглядит как какой-то космический аппарат или что-то, я не знаю, то, что спроектировали пришельцы. На самом деле эта деталь обладает характеристиками не хуже, чем та, которую сконструировал человек. Она на 60% легче и, соответственно, на 60% меньше использует материала для ее создания. Естественно, она печатается на 3D-принтере, другие методы для производства ее. Но вот такие вещи искусственный интеллект уже умеет делать сейчас. Но я хотел бы предостеречь вас. Прежде чем заниматься поисками и внедрениями искусственного интеллекта, спросите себя, а использую ли я натуральный человеческий интеллект по полной. То есть натуральный человеческий интеллект всегда предшествует интеллекту искусственному. И только вместе они помогут вам достигнуть максимальной эффективности. Поэтому я считаю, что если наделить тех людей, которые используют свой натуральный интеллект для того, чтобы решать задачи, наделить их данными и удобными средствами для работы с этими данными, они в какой-то момент достигнут той точки перегиба, о которой сегодня говорил Виталий Недельский, и придут к IT и скажут, вот теперь нам нужен искусственный интеллект. Это, наверное, немножечко звучит утопично. И утопично это звучит, потому что мы привыкли работать по принципу, что бизнес не понимает IT, и IT не понимает бизнес. А так ли это на самом деле? Представьте себе бизнес или директора по производству, который не разбирается в IT вообще. Можете себе такое представить? Он не может открыть с утра почту, он не может зайти в браузер, посмотреть последние сводки, он не может открыть Excel для того, чтобы посмотреть отчет. Вот. Абсурд. Нет? Представьте себе другую полярную ситуацию. Директор по IT не разбирается в производстве. Совсем. Он не знает, что мы производим, он не знает, какое сырье мы используем, он не знает, какие основные KPI мы смотрим, он вообще не разбирается в процессе. Я считаю, что это тоже звучит довольно неправдоподобно. Есть, конечно, отдельные экземпляры, но в общем и целом бизнес и IT, они пересекаются. И бизнес разбирается в IT немножечко, и IT разбирается немножечко в бизнесе. И именно на этом пересечении лежит максимальная ценность, ценность, которая позволяет бизнесу принимать решения, основанные на данных. Как же это обстоит в реальности? Это уже мой личный опыт. Когда мы приходим к заказчику часто, ситуация изначальная. Технолог, например, должен посчитать какой-то коэффициент. Он должен обратиться в службу АСУТП для того, чтобы ему выдали данные. Или попросить IT, чтобы ему прислали табличку, выгрузку в Excel. Хотя, в принципе, если бы у него был удобный и доступный метод для того, чтобы эти данные использовать, он бы этот отчет сделал буквально за полчаса. Соответственно, это неэффективно, потому что отчет, который делал бы человек полчаса, занимает недели, и перекидывание мяча с IT, допустим, до технолога продолжается несколько итераций. Мало того, что это неэффективно, это еще и неудобно. А когда человеку дают инструмент, которым неудобно пользоваться, что он делает с ним? Просто берет и ставит его в угол. Потому что если этот инструмент не обязательный, и если им пользоваться неудобно, то зачем им пользоваться? Таким образом пропадает большая часть той ценности, которая кроется в ваших данных. Потому что нету просто поля для эксперимента. Человек не может реализовать тот натуральный интеллект, который у него есть, потому что у него нет нужных средств. Что же я предлагаю? Я предлагаю дать бизнесу, производству больше данных. На самом деле это такой слоган «больше данных». Я предлагаю в первую очередь сконцентрироваться на тех данных, которые у вас уже есть, сконсолидировать их, дать пользователям удобный и доступный способ для того, чтобы эти данные использовать. Для того, чтобы производство могло само строить свои отчеты, для того, чтобы они могли рисовать диаграммы и так далее. Естественно, все это должно быть в реальном времени. Потому что некоторые вещи просто не имеют смысла, когда они считаются не в темпе производственного процесса. И последнее — это, конечно, больше данных. И опять же, я думаю, что бизнес в какой-то момент в точке перегиба, тоже некоторые точки перегиба до внедрения искусственного интеллекта, придет к IT и скажет, вот для этого коэффициента нам нужно больше данных, нам нужно для этого отчета внедрить такие-то датчики и поставить их там-то. Все это делается для того, чтобы бизнес смог сам себя обслуживать и сам работать с этими данными. Многие компании в России, у меня в основном российский и СНГшный опыт, так что компании в России и СНГ, они говорят, да, мы понимаем силу самообслуживания. Хотите самообслуживаться, будет вам самообслуживание. Мы внедрим озеро данных, будем туда сливать всю информацию в неизменном виде, чтобы ничего не потерять. Ну а вы, бизнес, вы же знаете IT, так что вот сидите и разбирайтесь с этими данными. Будет ли это работать таким образом? Я не уверен, потому что я слышал истории про технолога, который пишет программы на питоне. Я слышал такие истории, но, в общем-то, я бы сказал, что уровень знания IT, наверное, около продвинутого пользователя Excel. Тот ли это человек, который работает с озерами данных? Нет, не тот. Есть специальный человек. Этот человек, эта профессия появилась не так давно, и называется она Data Scientist по-английски или Аналитик данных по-русски. Соответственно, этот человек умеет и любит работать с озерами данных. Как он это делает, никто не понимает, ну и обыватели как бы не понимают, и даже считают это некой магией, и даже называют Data Scientist иногда Data Satanist. Он действительно умеет применять все продвинутые алгоритмы, он умеет манипулировать большими данными, он их умеет майнить, загружать, выгружать, применять искусственный интеллект и так далее. И несмотря на то, что большинство аналитиков данных выросли из айтишников, средний айтишник не умеет всех этих вещей на таком, на хорошем уровне. Что уж говорить про технолога. Поэтому это делает роль аналитика данных очень популярной и востребованной. И это, собственно, приводит к еще одной проблеме. 57% опрошенных компаний назвали дефицит квалификации главной проблемой. Перефразирую. 57% компаний, которые внедряли Hadoop, они назвали главной проблемой то, что с озером данных у них некому работать. Правы те люди, которые говорят, что хранить данные в озере дешево. Согласен, дешево. А использовать данные вы собираетесь? Когда вы соберетесь их использовать, это будет действительно дорого. Так что не попадайтесь на эту удочку. Ну и для того, чтобы немножечко резюмировать, тренд озер данных, Hadoop, Spark находится в небольшом спаде, потому что, как изначально для всех технологий, это цикл зрелости Гартнера, цикл зрелости технологий Гартнера. Сначала все технологии проходят пик, так называемый хайп. Соответственно, они обладают завышенными ожиданиями. Потом ожидания корректируются, и потом все технологии выходят на плато продуктивности. Соответственно, вот эти технологии, про которые я сегодня говорил, они находятся в некотором спаде, и ожидания по ним сейчас корректируются. Самое время переосмыслить, перезагрузить мозг, переоценить те проекты, которые существуют, с учетом тех вопросов, которые я сегодня задавал. Итак, я бы хотел, чтобы… Надеюсь, эти вопросы вам помогут. Еще раз резюмирую, что это даст бизнесу? Не внедряем ли мы технологию ради технологии или ради моды? Какая реальная выгода будет получена от внедрения той или иной технологии? Дальше, есть ли у нас эволюция? Следуем ли мы эволюции или перепрыгиваем с одной ступеньки на другую через одну? Есть ли у нас данные, информация, знания и мудрость? И используем ли мы эту мудрость, тот натуральный интеллект, который заложен в нашей компании, тот опыт, который накопился в нашей компании, по максимуму? Есть ли доступные данные в нашей компании для тех людей, которые в них нуждаются? Могут ли они позволить себе инструменты самообслуживания для того, чтобы самим сделать то, что им нужно? А ведь они могут и хотят. Ну и напоследок, великий изобретатель Томас Эдисон когда-то давно сказал, я нашел 2000 неправильных решений проблемы, осталось найти лишь одно верное. Я надеюсь, что решение проблемы Big Data займет у вас максимум две итерации, лучше, конечно, одну. И на этом все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.